Укроп и его семена давно привлекли внимание народных целителей. Как проводится лечение семенами укропа? Какие заболевания помогает вылечить это неприхотливое растение? Ответы на вопросы вы найдете в сегодняшнем выпуске. Приятного просмотра! Все люди, у которых есть хотя бы небольшой участок земли, выращивают укроп. Многие даже не подозревают о пользе для здоровья, скрытой в маленьких семенах этого натурального целителя. Сначала давайте рассмотрим химический состав семян укропа. Прежде всего, они богаты витаминами и ценными органическими кислотами-аминокислотами, целым перечнем минералов кальций, натрий, калий, фосфор, железа, сахариды, фитонциды и пищевые волокна. Чем полезны семена укропа? Нормализует кровяное давление, укрепляет стенки кровеносных артерий, успокаивает нервную систему и помогает справиться с сильным волнением и стрессом, повышает иммунитет, выводит токсины. Помощь в лечении заболеваний дыхательной и мочеполовой систем оказывают омолаживающие действия на весь организм, замедляют старение, улучшают работу сердца, желудочно-кишечного тракта, снимают отеки. Народные целители утверждают, что его целебные свойства практически безграничны, поэтому сложно перечислить все, от чего этот продукт приносит пользу. Рассматриваются показания к применению препаратов на основе семян укропа, высокое кровяное давление и ожирение, хронический панкреатит, паразиты, брожение в кишечнике, вздутие живота, нарушение сна при нервном возбуждении, стрессе, бронхит, недержание мочи, особенно у детей. Несмотря на неоспорим пользу, этот овощной продукт имеет противопоказания – гипотония. Прием настоев может привести к обморок головокружению, низкая кислотность желудка, аллергия, период менструации, так как препараты на основе укропа разжижают кровь. Они могут вызвать большую кровопотерю, камни в почках и желчном пузыре, беременность, сахарный диабет первого типа, плохая свертываемость крови. Если нет противопоказаний, то применение отваров, настоек и чая на основе ароматного лекарственного средства принесет много пользы. Главное, нельзя менять дозировку, иначе пользы не будет, а только вред. В прошлом молодые мамы знали, чтобы избавить новорожденных детей от коликов, надо поить укропной водичкой, ее давали малышам с самых первых дней жизни, заменяя опасные химические лекарства, сегодня молодые мамы грудным детям тоже дают целебный отвар с самого рождения. Укропную воду для новорожденных готовят следующим образом. Влейте 1 чайной ложки сухих семян, залить стаканом кипятка, настаивать 2-3 часа, процедить, дать малышу по 1 чайной ложке за 15-20 минут до кормления, если ребнок отказывается водичку, то ее можно смешать с грудным молоком и напоить. Необходимо заварить свежую воду, вчерашняя вода может навредить малышу. Рецепты для взрослых Лечение для взрослых также должно быть строго по рецепту. Сначала рассмотрим те рецепты, которые можно использовать при заболеваниях печени и желчного пузыря. Первый, чтобы улучшить работу печени, способствовать выделению желчи, приготовьте такой настой. 4 столовые ложки семян, литром кипятка накройте крышкой и дайте настояться 3 часа, процедите, пейте в течение дня за 6 приемов, принимайте теплый отвар за 15 минут до еды или через 20 минут после приема пищи. Второй, при воспалении мочевыводящих каналов, хроническом цистите, пиелонефрите и других воспалениях, его варят как мочегонное средство. Настой промоет мочевыводящие каналы, благодаря чему уменьшатся воспалительные процессы, исчезнут спазмы, настой следует употреблять в течение 7-10 дней. Заварите 3 столовые ложки семян, литром кипятка дать настояться 3 часа, принимайте так же, как и в предыдущем рецепте. Третий, при бронхите и кашле любом воспалении бронхов, необходимо приготовить такое средство. Залить в термосе 400 мл кипятка, всыпать 2 столовые ложки семян, настаивать 2 часа, пейте как чай, смешанный с медом. Четвертое, для снятия спазмов, газов, колик, гастрита, колита укропная вода окажет эффективное лечебное действие. 1 столовая ложки семян, залейте 300 мл кипятка, накройте теплой крышкой на 3 часа, пейте теплый настой по 100 мл 3 раза в день перед едой. Продолжительность приема составляет 10-30 дней, все зависит от тяжести заболевания. Пятый, существует универсальный рецепт. 1 чайная ложку с горкой, залить стаканом кипятка, настаивать в термосе 2 часа, пейте воду 3 раза в день. При мигрене, плохом кровообращении, для повышения иммунитета, улучшения пищеварения, успокоения нервной системы и очищения кровеносных сосудов срок составляет 7-10 дней. Можно ли принимать при беременности и лактации? Беременным женщинам не рекомендуется пить, чтобы не спровоцировать выкидыш или преждевременные роды. Но с другой стороны, отвар считается отличным средством при токсикозе. Сильная интоксикация негативно сказывается на самочувствии будущей мамы и даже может привести ко многим проблемам со здоровьем. Беременной женщине следует проконсультироваться со своим лечащим врачом, ведь это народное средство уменьшит вздутие живота, улучшит аппетит, снимет отечность с ног. Целебные свойства садового растения признает даже официальная медицина. Как принимать мужчинам? В этом польза для мужчин семена нормализуют эрекцию, улучшают потенцию, повышают половую активность, являются препятствием для преждевременной эокуляции. Простой, но очень эффективный отвар поможет мужчинам избавиться от этих проблем. Для этого залейте одну столовую ложку семян, укропа стаканом воды, затем доведите воду до кипения, снимите с огня и дайте настояться 3 часа далее, рекомендуется пить по 100 мл процеженного продукта с медом раз в день. Мужчинам отвар укропа поможет преодолеть проблемы с мочеполовой системой, кроме того, это помогает улучшить мозговую деятельность, снижает риск развития рака и лечение гипертонии. При гипертонии всем назначаются таблетки, которые не лишены побочных эффектов. Чтобы пить меньше таблеток, стоит принимать укропную воду. Этот отвар помогает при давлении влейте 2 чайные ложки в 0,5 литров воды, доведите до кипения, варите 8-10 минут далее, процедите отвар, выпейте это количество препаратов 3 приема. Через несколько дней вы заметите, что ваша голова стала менее болезненной, а общее самочувствие улучшилось. Измеряйте свое кровяное давление 2 раза в день, чтобы предотвратить резкое падение артериального давления. Известно, что ожирение также способствует развитию гипертонии. Обычно люди, страдающие ожирением, пытаются похудеть разными способами, но лишь немногим это удается. Однако есть отличный рецепт для похудения. Необходимо взять 4 столовые ложки корня солодки, столовую ложку семян садового растения, измельчить, залить стаканом воды, затем поставьте смесь на водяную баню, потомите в течение 20 минут, процедите, принимайте по 75 мл за четверть часа до каждого приема пищи. Это средство улучшает обмен веществ, увеличивает объем выработки желчи, что способствует быстрому сжиганию жира, не ожидайте быстрого результата, но долгосрочный эффект от похудения гарантирован. Часто патология почек приводит к повышению давления. Чтобы вылечить почки, необходимо принимать семена садового растения вместе с назначенным лечением. Семена заваривают следующим образом. Одну столовую ложку семян заливают 200 мл кипятка и настаивают в течение 15 минут, как правило, продукт пьют 3 раза в день, по 150 мл непосредственно перед едой. Проконсультируйтесь со своим врачом, чтобы узнать, сколько времени вам нужно принять. Как избавиться от паразитов? Существует известный способ избавиться от паразитов за 4 дня. Приготовить средство очень просто, костеровое масло и измельченные сухие семена укропа необходимо смешать в равных частях. Полученное средство следует принимать каждый вечер через 3 часа после последней вечерней еды. Это средство абсолютно безопасно, кроме того, он способствует укреплению стенок кишечника и восстановлению микрофлоры. Этим методом лечения от паразитов пользовались еще наши предки, значит, проверен много раз. Семена укропа для женщин. Семена укропа принесут много пользы женщинам, особенно при болезненных менструациях и тяжелой менопаузе. Вы можете съесть порошок из семян, просто запив его водой. Необходимо пройти курс в течение 3 месяцев с 10-ти дневными перерывами. Если у вас болят глаза, смочите ватные диски в укропной воде, положите их на закрытые глаза, подержите четверть часа. Эту процедуру следует проводить утром и вечером. Катаракту глаза также лечат семенами укропа. Наряду с традиционным лечением стоит делать компрессы, сделайте два мешочка из байковой ткани, насыпать в них по 2 чайные ложки семян и завязать, опустить в емкость с водой, прокипятить 10 минут, остудить и перед сном положить на закрытые глаза, держать 15 минут процедуру, проводить 10-14 дней. Дорогие друзья, лечение семенами укропа всегда помогает на начальной стадии заболевания. Если болезнь затягивается, семена укропа являются дополнительным средством по назначению врача. На этом закончим ролик. Если вам понравилось это видео, прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик еще. Буду благодарен. Субтитры сделал DimaTorzok